Привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю необыкновенно вкусное блюдо. Это такой себе кулич. Я думаю, он прекрасно подойдет к пасхальному столу. Он очень вкусный, немножечко на лазанью похож, но я считаю больше, что это какое-то жаркое, из курицы, с грибами, в общем, очень вкусно и очень интересно. Для начала я немножечко подтопила сливочное масло, потому что оно у меня было с холодильника. Но можно использовать просто размягченное масло. Добавляю туда 2 столовые ложки сметаны, не имеет разницы какой жирности, и 2 столовые ложки майонеза. Теперь сюда мне нужно будет добавить еще где-то чайную ложку водки, посолить это все, буквально это где-то четверть чайной ложки и одно яйцо. Это будет моя жидкая составляющая в это тесто. Потом мы начнем добавлять уже муку. Муку я буду добавлять где-то в 2 приема. Я буду использовать граненый 200 граммовый стакан, нам понадобится 2,5 стакана муки. Все это хорошенечко перемешиваем, собираем тесто в ком и отправляем его в холодильник, желательно хотя бы на полчаса. Я его отправила, наверное, чуть-чуть побольше, тем временем я как раз готовила начинку для своего кулича. Для начинки нам понадобится филе. У меня для двух довольно крупных куличей понадобилось 2 больших филе. Это где-то на 1,1 кг у меня были филе. Я их разрезаю вот такими вот тонкими длинными пластами. Те, которые более аккуратные, у нас пойдут на прослойку. Те, которые более такие будут не очень аккуратные, я их буду резать кубиком, это будет другая прослойка. Для таких, которые мы будем делать именно прослойки сплошным кусочком мяса, их нужно будет немножечко отбить. А остальные, вот вы видите, я беру просто, разрезаю и режу кубиком. Не очень мелко и не очень крупно, средним кубиком, где-то по сантиметру, может там меньше. Это не принципиально здесь. И так делаем со всем оставшимся филе. Те филе, которые мы оставили для больших таких прослоек сплошного мяса, мы их немножечко отбиваем, солим и присыпаем специями. Отбиваем либо там, где маленькие такие зубчики на молоточке, либо вообще ровной частью. Потом нам понадобятся еще грибы. Грибов у меня было полкило. Я специально взяла довольно крупные грибы, так их удобно будет потом раскладывать. Мелкие не берите. Режу их слайсами и не очень тонко. Посмотрите, вот какие. Довольно толстые получаются, почти полсантиметра, я бы сказала, может чуть-чуть меньше. И так режу все свои грибочки. Беру крупную луковицу и ее режу мелким кубиком. Эту луковицу мы будем добавлять и в курицу, и она потом будет у нас и с грибами. Пассируем немножечко лук, чуть больше, чем до прозрачности, чтобы может где-то начал немножечко золотиться. Он так даст лучший привкус. Тем временем, пока жарится лук, буду заниматься начинкой из курицы. Я буду добавлять сюда еще болгарский перец и помидор. Помидора много не кладите, потому что он пустит сок, чтобы наш кулич не раскис изнутри. Можно, в принципе, его и вовсе не ложить. Я вам сейчас расскажу, почему. Теперь берем половину лука, который у нас жарился, и добавляем его к курице, которая у нас кусочками. А в оставшуюся половину лука добавляем грибы, присаливаем и жарим их до золотистости. Смотрите, теперь в курицу, которая у меня кусочками, я добавляю домашнюю что-то вроде кетчупа, аджики, вот что-то такое у меня было там с перцем, с помидорами, немножечко было сливы, яблок. В общем, делала для себя, как хотела. Можно добавить просто кетчуп, можно добавить, если вы кладете помидор свежий, немножечко томатной пасты, чтобы был более томатный привкус. Можно помидор не ложить, а добавить только вот такую вот какую-то домашнюю аджику, если она у вас довольно насыщенная. Присаливаем это все перчим, и пускай оно постоит. Пока у нас как раз пожарятся грибы, оно может даже немножечко промаринуется у нас. Теперь смотрите, взяла я две довольно крупные формы для куличей, и буду вырезать пергамент. Я вырезала серединку на дно, и вырезала вокруг вот такую вот полосочку. Берем кусочек теста, и как я уже люблю тесто, которое на масляной основе, катать между полиэтиленовых пакетов. И вырезаем по серединке. Теперь серединку нужно будет уложить внутрь нашей формы. У меня пергамент вощеный, поэтому немножечко мое тесто сбегается с него. Соскальзывает, я бы сказала. Но мне это в принципе на руку, потому что мне нужно, чтобы остался небольшой зазор между стенками моей формы и тестом, для того, чтобы я туда поставила боковое тесто. И точно так же раскатываем тесто вдоль по вот этой вот полосочке, которая у нас будет боковушкой. И нужно аккуратненько туда его вставить. Смотрите уже, как вам удобно. Смотрите, чтобы пергамент у вас был не поверх первого теста, которое мы положили, а именно стал сзади, чтобы у вас ничего потом не приклеилось. Помещаем обязательно, смотрим, чтобы пергамент нырнул туда как бы сзади. И теперь вот тут у меня небольшой нахлёст. Я отсоединила тесто от пергамента. Теперь лишний пергамент распределяю сзади, прикладываю в другую сторону и как бы склеиваю тесто. Теперь нужно склеить боковую часть с нижней. Пальчиком хорошенечко проходимся. Если нужно, добавляем немножечко туда тесто. Для того, чтобы у вас потом ничего нигде там не вытекало и сок с курицы не выбегал. Теперь нам понадобится ещё тёртый на крупной тёрке сыр. Вот мои грибочки, которые поджарены немножечко золотистой корочкой. Грибы я жарю на довольно сильном огне, иначе они просто напустят большое количество жидкости и не поджарятся. А если они будут поджаристые, то они дадут очень интересный вкус уже готовому блюду. На первый слой у нас пошли грибы. Потом сыр. Сыра сколько вам хочется, в принципе. Так как я буду делать на два кулича, поэтому грибы я разделила сейчас, добавила четвёртую часть, потому что планирую, что у меня здесь будет две прослойки грибов и две прослойки грибов в другом куличе. Взяла отбитый кусочек мяса и распределила его поверх сыра. Теперь сюда можно добавить либо жирной сметаны, в которую можно добавить там соль, перец, можно зелень добавить, можно чеснок. Я здесь просто использую майонез, где-то чайную ложку и слегка промазываю куриное филе. Это нужно для того, чтобы оно было сочным. Теперь выкладываю четвёртую часть филе, которое у меня томатное. Можно делать действительно какое-то чесночное, если вы хотите. И опять присыпаю сырком. Опять выкладываю куриное филе, которое у меня отбитое. Не все филе получаются такие, что прямо полностью заполняют форму. Тем более, если вдруг вы захотите печь довольно крупный кулич, это может же быть не 15 сантиметров в диаметре, это может быть там сантиметров 20 и больше в диаметре. Поэтому вы просто отрезаете от другого кусочка филе и заполняете там, где у вас получилось пространство. Опять использую майонез. Снова пойдут у меня жареные грибочки. Распределяем их тоненько. Не делаем очень высокие слои, для того, чтобы они потом у вас не рассыпались. Сыр как бы их будет склеивать сверху. Когда растает и протечёт сквозь грибы, он будет их склеивать и держать вместе. А если вы сделаете очень большие такие высокие слои, они могут разъезжаться. Опять накрываю куриным филе, которое отбитое. Заполняю все пространство, чтобы полностью у нас было заполнено этим филе. Это блюдо очень красивое, интересное и реально очень вкусное получается. Я думаю, оно как раз подходит для праздничного стола. Мне, кстати, показалось здесь немножечко скучноватая расцветка и захотелось добавить немножечко зелёного горошка. Но это абсолютно не принципиально. Если вы не хотите, не добавляйте. Можно и стручковую фасоль добавить. Я, кстати, пожалела, можно было бы потом внизу ещё добавить какую-то полувареную морковь слайсами. Для того, чтобы был в разрезе ещё какой-то красный цвет красивый. В следующий раз как раз именно на праздничный стол сделаю и добавлю туда уже себе ещё и морковочку. Следующий слой сразу уже на горошек выкладываю курицу. Нам обязательно нужно, чтобы у нас сверху осталось хотя бы сантиметр теста. Для того, чтобы мы прикрыли как бы бортики такие у нас были. Присыпаем последний слой сыром. Я бы сказала, наверное, срединку лучше не присыпать. Потому что там мы будем в крышечке делать вот такое вот отверстие, для того, чтобы у нас выходил лишний пар и не растаяло наше тесто. А сырок, он как бы подплавливается, становится корочкой и пар не сильно выходит. Смотрите, оставшееся тесто, которое я сказала, что должен быть бортик, мы его заворачиваем, как бы закрываем немножечко на нашу начинку. Одеваем вот так вот сверху крышечку и стараемся приклеить крышечку к бортику. Для того, чтобы всё-таки это у нас был полноценный такой кулич. Затем отправляем в духовку. Духовка у меня разогрета где-то 170-180 градусов на где-то 1 час 20-1,5 часа. Если у вас духовка электро и будет включен вверх-вниз, прикройте на половину времени фольгой вверх, для того, чтобы он у вас не подгорел. И посмотрите, вот что у меня получилось в итоге. Конечно, его лучше резать, когда он уже полностью остынет, он тогда станет плотнее, даже если вы его потом разогреете. Сверху я его украсила майонезом или можно украсить отвешенной сметаной, чтобы она у вас не стекала, но обязательно уже на подостывший кулич, иначе у вас всё побежит. И можно присыпать зеленью, какими-то овощами мелко рубленными, цветными. Посмотрите, какая красота в разрезе необыкновенная, а какой он сочный и вкусный получается. Это просто не передать словами. Обязательно попробуйте на праздничный стол этот рецепт. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!